приветствую вас ребята на моем канале и я получил новинку от чуве новинка она вышла буквально месяца два назад даже немножко меньше хайпад про так называется версия в моем случае 8128 кажется это один из вариантов возможно единственный вариант android 11 нам обещают на борту экран full hd качество 10 и 8 дюймов почти 11 и вот главная особенность это большой плюс мы привыкли обычно видеть вот spectrum процессора или mediatek здесь snapdragon 662 в принципе достаточно часто ставит snapdragon процессоры что мы получаем с вами из коробки вот такая маленькая коробка у нас со шнурком и кабелем первую очередь кабель мы имеем с вами сейчас я вам покажу это 5 вольт 2 ампера 10 ватт такая очень не быстрая и учитывая что здесь батарея устройства 7000 заряжаться будет практически часиков так 5 долго кабель type-c тоже важная особенность этого девайса мне со скидками он достался за 186 долларов и вот сейчас прайс на данный девайс на алиэкспресс 300 долларов плюс если вы хотите с клавиатурой заказать android 11 мы видим 8 ядер так дальше коробка конечно здесь такая как не валяшка все в одной все сложено такие перемычки перегородки дальше мы достаем вот такую интересную защиту кстати сам планшет пришел в матрасике таком хорошо упакованном и мист экспресс доставил прямо доставляет до двери так вот есть здесь у нас скрепочка тоже проверим что у нас девайсом но здесь макулатура мануал в том числе на русском языке есть гарантийка и так далее очень жаль что нет чехла и нужно еще постараться поискать чехол это доставит тоже некоторые неудобства вот дальше сам планшет вот такая интересная у него спинка я его уже доставал поэтому немножко видите запачкивается у нас верхняя часть такая приятная матовый пластик touch пластик это металл нижняя часть вот такая полоса серебристая очень интересная основная камера нам обещают 8 мегапикселей снимает она достаточно неплохо тоже получше чем 5 мегапикселей страшных в других дешевых планшетах в олду кубах и нечто похожее вот размер я уже говорил почти 11 дюймов у нас так что мы еще с вами получаем покажу вам мне понравилась очень яркость экрана на максималке он просто выедает глаза то есть его более чем достаточно даже на улице солнечную яркую погоду он хорошо себя ведет фронтальная камера тоже скажу 5 мегапикселей основная 8 фронталка 5 так что с яркостью здесь все будь здоров вот автоматическая тоже регулируется все имеется шторка как видим выдвигается прямо на всю страницу есть такой фонарик у нас но обычный фонарик как у смартфонов экран переворачивается вы видите это все настройках можно сделать геолокация темная тема не нравится темная тема выбираете светлую и никаких проблем вот кстати интересный момент что это такое я пока что не знаю но это был конкретный глюк вы это сами видели в прямом эфире кстати это впервые я ничего не монтировал ничего не подстраивал не ожидал что такое будет но либо я что-то не то нажал либо в общем он как-то так себя повел интересно но это конкретный минус то есть такое учтите с таким вы скорее всего будете сталкиваться так посмотрим в настройках что мы узнаем о данном девайсе так я не выключил фонарь почему-то итак батарея здесь достаточно адекватная процессор экономный 11 нанометров snapdragon 662 поэтому 7000 вам будет очень хорошо даже с головой хватать то есть около 7 часов просмотра видео вполне этот аппарат тянет игры конечно посадит быстрее часика думаю до 4 часов возможно его и хватит особенно с какими-то требовательными с простенькими понятно подольше итак говорил что android 11 так и есть вот мы получаем на борту 11 android так и вот котенок даже выскочил хорошо так дальше у планшете мы получили с вами эту информацию по поводу андроида дальше система обновлений кстати никаких не было пока что не прилетала так вот что еще здесь покажу что хранилище у нас свободно и 128 гигабайт но все-таки 8 оперативка и 128 устроена это довольно неплохой показатель для планшета еще раз напомню он не достался меньше чем за 200 долларов со скидками 186 сейчас в районе 300 долларов он стоит на алиэкспресс так что покупайте со скидками и желательно конечно какой-то новый товар хотя вот глюки видели в начале может быть он эти глюки вас остановят перед таким выбором данного планшета и так 12 гигабайт у нас занято а значит остается свободным примерно 116 что как мне кажется более чем достаточно звук по поводу звука это отдельная история звук здесь очень громкий и очень даже неплохой вы обратите внимание здесь перфорация для динамиков находится с одной стороны и находится с другой стороны вот но чем не шикарно то есть здесь стерео как минимум два динамика точно есть где-то там прячется и микрофон потому что можно пользоваться как телефоном данным девайсом так и вот звук я еще не показал другие рингтоны то есть судя по рингтонам какие старенькие мелодии но он очень громкий фильм и смотреть все при помощи данного планшета более чем комфортно классный звук классный размер экрана вот но у экрана есть очень серьезный минус о котором я скажу чуть позже так что это вы учитывайте в отношении установленных приложений по сути дела здесь как говорят голый android здесь ничего лишнего нет звонилка google диск календарь карты контакты настройки фото часы fm-радио есть youtube зум это я установил уже беспроводное обновление плей маркет то есть все что нужно у вас имеется покажу другими обоинами что у нас с картинкой вот но почему тобой он просит в книжном формате показать ну вот такая бледность вот такая коричневатость вот что это опять же я не могу понять но данный глюк мне уже не нравится ну это вот это важная особенность вы на это обратите внимание то что он начинает глючить это серьезный недостаток даже более чем кстати вот в планшетах oldocube есть такая штука которая сбрасывает до заводских настроек и все такое но вы сами видите что происходит с данным девайсом в общем вы сами все видели история конечно печальная с этим экраном но что имеем то имеем и так экран начал идти полосами стали проблемы быть с яркостью выключался становился темным причину я не знаю устройство у меня не падало может быть во время транспортировки что-то произошло но не исключая что это брак хотя все интересно в этом устройстве и процессор все-таки snapdragon 662 и памяти здесь выше крыши 8 128 то есть очень много плюсов но экран конечно меня подвел что произошло дальше неделю использования было все нормально вот видео я снимал вы видели результат решение было открыть спор и алиэкспресс поддержал предложение продавца отправить устройство обратно в китай и вернуть мне все деньги причем я купил за сто семьдесят четыре доллара а мне решили вернуть все сто восемьдесят но есть один нюанс укрпошта с меня взяла чуть больше 500 гривен это эквивалент 20 с лишним долларов но около 20 долларов плюс минус сразу скажу что на момент записи устройство уже пришло в китай в течение недели вот и также ожидается пройти таможню и продавец получит устройство но мне надеюсь вернуть средства в конце видео я выставлю скриншоты и вы увидите примерно хотя бы как происходит процесс возврата что мне нужно было сделать чтобы вернуть устройство обратно сначала скажу было хорошее устройство по сборке может быть это и есть как раз главный вопрос качество сборки возможно это важный вопрос ну если это была причина проблем с экраном еще я говорил начале об экране такое ощущение как будто ему не хватало резкости с яркостью скан вот контраст это вроде бы все есть цвета довольно неплохие в теплых тонах но я нигде не он не нашел настройки резкости кажется не хватало резкости этому экрану не знаю брать мне следующий раз это устройство или нет характеристики вроде неплохие учу вы учу вы как у производителя есть свои плюсы и минусы но у меня опыт как видим первый но не самый приятный так что посмотрим будущем нужно ли его брать а так в принципе шикарные динамики их 4 здесь очень интересно будет и видео смотреть при помощи этого устройства и также я думаю для игр более чем будет интересно так что рекомендовать это устройство или нет я скорее всего не решусь но еще все таки попытаюсь взять какие-то новинки от чуве надеюсь все таки это просто заводской брак там один из тысячи или может быть чаще встречается и посмотрим какой будет возврат как быстро как долго возвращает aliexpress мне средства скажу что купил за 174 возвращают 180 но нужно учесть что 20 долларов я потратил на пересылку к сожалению так что впечатление сначала были приятные об устройстве но вот испортила качество экрана так что ребята думайте надеюсь что мой отзыв также поможет вам в решении покупать или нет не скажу что они все такие но в моем случае это неприятный был опыт но все же опыт и так подписывайтесь ставьте лайки и всего вам доброго пока 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 пока